Криштиану Роналду Ставить лайк и написать любой комментарий к этому видео Итоги подведем через неделю в нашем инстаграме Ну а мы начинаем Пабло в носках, в трусах, в туфлях Соберу свое в биткоинах, а я в руках Алло, братан, а где поднять бабла? Азин на 3д пора Спасибо, мне пора То, чего вы точно не знали о Криштиану Это его настоящее имя А зовут нашего завидного холостяка Криштиану Роналду Душ Сантуш Авейру Он часто рассказывает классическую историю Про то, что в детстве он был худым и длинным парнем Который не был похож на футболиста Пока в его ногах не появлялся футбольный мяч Его семья действительно была бедной И Роналду не был желанным ребенком Надежды больше возлагались на его предшественников Двух сестер и старшего брата Поэтому мать, как ответственная женщина Отправилась делать аборт Но, к счастью, врачи ей отказали Появившись на свет, у него была только одна дорога Стать футболистом Даже слепой разглядел бы в нем настоящий талант Поэтому отец, работавший экипировщиком в местном клубе Андроинья Потянул его к себе в детскую группу Пару лет спустя клуб Националь выкупил его за двухгодичный запас комплектов футбольной формы Ну а теперь минутка трогательных историй Португальский футбольный клуб Спортинг сразу же обратил внимание на Роналду Его друга Фантрау Но подписать они могли только одного игрока Поэтому сразу сказали, что возьмут того, кто больше забьет Первый гол забил Роналду, затем Альбер Вот третий гол поразил всех Фантрау вышел 1-1 с ватарем и обыграл его Но вместо того, чтобы забить в пустые ворота Он отдал пас на Роналду, который бежал рядом Тот забил свой второй мяч и отправился в Спортинг Криштиану спросил, зачем он так сделал На что тот ответил, ты все равно лучше меня Его карьера, по сути, завершилась в тот самый момент И сейчас он безработный, но живет в достатке и приличном доме Который купил ему Роналду в благодарность за тот пас В первый же вечер в Академии Спортинга Роналду решил, что надо собирать вещи и валить отсюда Проблемы начались, как только другие дети услышали его голос Стоило ему только открыть рот, как всю раздевалку тут же разрывало от смеха Ехать из дома было одним из самых трудных решений в моей жизни Но я знал, что это был единственный способ осуществить свою мечту С 12 лет я был совершенно одинок в таком большом городе, как Лиссабон Я был далеко от мамы, семьи и друзей Я много плакал Мальчишке из деревни нелегко жить одному в столице И тот переезд научил меня выживать везде, куда бы ни забросила меня судьба Тот период его сильно закалил Роналду копил злость и вымещал ее на футбольном поле Но не всегда В 14 лет он был исключен из школы за то, что бросил стулом в учителя В 15 у юного Криштиану врачи обнаружили тахикардию И не будь он так одарен и важен для спортинга Пришлось бы вешать бутсы на гвоздь Однако профессиональность клубного персонала и своевременная операция Позволили Криштиану забыть о проблемах с сердцем Ну и к тому же с годами проблемы со сверстниками пропали сами собой Параллельно после тренировок он требовал дополнительных упражнений И очень много работал индивидуально Все это привело к тому, что в 2003 году В 18-летнем возрасте Роналду в матче против Манчестер Юнайтед Уничтожил Джона Оши После 40 минут на беготни за Роналду Один из лучших защитников того времени Задыхался и не мог произнести ни слова Футболисты Юнайтед были настолько впечатлены Что в раздевалке в перерыве сообщили руководству о том Что сделку нужно оформлять прямо сейчас Еще до того, как команда уехала со стадиона Роналду стал первым португальским игроком в истории Манчестер Юнайтед Болельщики до сих пор ждут его возвращения на Олд Траффорд После того, как я перешел в клуб Тренер спросил меня, под каким номером я хочу играть Я сказал, что под номером 28 Но Фергюсон сказал Нет, ты получишь номер 7 И эта знаменитая футболка стала для меня дополнительным источником мотивации Я был вынужден оправдать ожидания после такой чести в мой адрес За 6 лет в Манчестере он выиграл все, что только было возможно И многие думали, что он завершит карьеру в МЮ К тому же он только что впервые выиграл Лигу Чемпионов И стал обладателем первого золотого мяча Все мы знаем, насколько Роналду любят себя О том, как хочет быть лучшим в мире Тогда он добился абсолютно всего, о чем только можно мечтать Всего, кроме одного В Манчестере он никогда не был самым дорогим футболистом в истории человечества Одна только мысль об этом будоражила его сознание Переход в Реал за космические на тот момент 100 миллионов евро Воздвигли его в статус одного из лучших игроков 21 века И изрядно поддержали самолюбие португальца На самом деле мадридцы заплатили 93 миллиона Но 100 звучит гораздо внушительнее В 2017-м Форбс оценил его годовой доход в 93 миллиона долларов По условиям нынешнего контракта с Реалом До 2021 года Роналду будет зарабатывать больше 50 миллионов долларов в год А пожизненное партнерское соглашение с Nike Анонсированное в ноябре 2016-го Эксперты оценивают на сумму больше 1 миллиарда долларов Также он имеет огромные контракты с TechHire, Herbalife, Ebot Labs Ну и конечно же, сами знаете с каким шампунем При этом постоянно расширяется линейка брендированных продуктов Его собственной марки CR7 Сегодня она включает в себя обувь, парфюм, джинсы и даже отельную сеть Кроме того, Роналду остается самым популярным спортсменом в мире Имея больше 300 миллионов подписчиков в социальных сетях Перевернув страницу с Манчестером, в истории Роналду началась новая глава О вечном противостоянии добра и зла, тяжелого труда и таланта Месси и Роналду Время шло, империи возводились Была взята не одна лига чемпионов И Криштиану, впрочем, как и Месси Не хватало лишь победы на крупном международном турнире Лионель упустил свой шанс в 2014-м Криштиану еще в 2004-м И на Евро-16 с таким составом от Португалии никто и ничего не ожидал Но Португалия сплочается и выигрывает чемпионат для своего капитана Можно долго спорить о том, кто же лучше, Месси или Роналду Но я думаю, все все прекрасно понимают Эта борьба закаляет его и мотивирует его эго продолжать бороться Поэтому я хочу обратить внимание на то, как тренируется Роналду И что он делает для того, чтобы быть одним из лучших футболистов планеты Если ты любишь соревноваться и побеждать То готов сделать для этого все Я упорно работаю над собой и продолжаю совершенствоваться Работаю до тех пор, пока тот или иной элемент моей игры не будет отточен до филигранности Я перфекционист и я хочу побеждать Роналду относится к тренировкам в высшей степени дисциплинированно Криштиану ест много белка, овощей, чтобы организм мог восстанавливаться А его сон – это отдельная тема для разговора Арнольд Шварценеггер считает его одним из самых совершенных спортсменов в мире А сколько баек было о том, как много времени Роналду тратит на проработку пресса И каждый день делает более трех тысяч скручиваний Конечно, помимо работы в общей группе, он занимается с персональным тренером По программе, разработанной специально для него Ему интересно абсолютно все Он пытается впитывать новые знания и инвестировать в себя Роналду не интересуют общие диеты Он не копирует чужие планы и выводы Криштиану интересует только то, что будет работать именно у него Из того, что можно узнать о тренировках португальца по его личным фотографиям Мы видим упражнения на пресс, работа на баланс, приседания, тренировки с амортизаторами Но более интересно то, как Роналду восстанавливается после тяжелых матчей и интенсивных тренировок Особое внимание хотелось бы уделить системе сна, которую вы тоже можете взять на вооружение Португалец уже давно не спит по 8 часов подряд, а ложится в кровать несколько раз в сутки Сон Роналду разбит на 5 циклов продолжительностью 1,5 часа 5 или 6 часов Криштиану спит ночью, а еще 3 и 1,5 досыпает днем Еще одно важное условие, Роналду всегда спит в позе эмбриона Матрас при этом должен быть очень тонким Второй раз Криш ложится в кровать с часу до 3 дня, а также с 5 до 7 вечера Именно в эти промежутки чаще всего падают энергетические уровни организма К тому же за полтора часа до сна Роналду отказывается от телевизора, смартфона Все это раздражает организм, нарушая правильный баланс между гормонами сна и бодрствования С матерью Роналду вы уже познакомились, но отец скончался в 2005 году в возрасте 52 лет от алкоголизма После этого Криштиану абсолютно перестал употреблять спиртные напитки В 2010 году неожиданно для всех от суррогатной матери на свет появился Криштиану Роналду-младший Все эти годы его воспитывает сам Криш и его мама С недавнего времени мальчик занимается футболом, но не в реале, а в гораздо более скромном мадридском клубе под названием Пасуэлла И периодически выкладывает видеоролики с голами сына Прошедший год получился для него очень даже плодотворным Лига чемпионов, золотой мяч и тройная прибавка в семействе И теперь Роналду счастливый отец четверых детей В июне у него родились два дняшки, также суррогатной матери Детей назвали Ева и Мэтью Ну а в ноябре, уже без помощи посторонних, его подруга Джорджина Родригес родила ему дочь, которую назвали Алла Мартина Если вы не в курсе, кто это и откуда она появилась, ведь он совсем недавно встречался с Ириной Шейх, то мы вам поможем В 2015 году пара Ирины и Криштиану распалась Вместе они были целых пять лет Ходят слухи о том, что причиной их разрыва послужил конфликт Шейх с матерью Криштиану Ну а его нынешняя подруга на момент знакомства с Роналду работала продавцом в магазине Гуччи в центре Мадрида По слухам, именно в этом бутике девушка и познакомилась с футболистом У меня прекрасная жизнь, но я собираюсь наслаждаться ею в полной мере после завершения карьеры Когда у меня будет больше времени на то, что мне нравится У меня супер работа, деньги, машины, дома, но у меня нет времени Не хочу жаловаться, чем жертвую, но после завершения карьеры хочу жить как король И ни в чем себе не отказывать Очень надеюсь, что это видео пришлось вам по вкусу Не забывайте принять участие в розыгрыше денег Нужно всего лишь поставить лайк и оставить любой комментарий под этим видео Ну а про кого вы хотите следующий выпуск, обязательно напишите в комментариях Огромное спасибо за поддержку и всем счастливо!